Ну, говорите. Ну, у меня такая ситуация. У меня сестра в психиатре. Я, по богу, что-то сначала начинал, как бы не было. Но сестра, от озлобления такого не было. Прямо вот просто. Я не знаю, как. Или как вообще общаться? Или как поступать в этом случае? Ну, во-первых, плохо слышно. А потом это все остальное от вас зависит. Меньше говорить надо. Больше своей душой заниматься. И этого ничего не будет. Вы стойте в уголке, молитесь. И больше ничего не надо. Считай Слово Божие. Смотри, какими силами кому помочь можешь. Я не знаю, даже на это дело. Вот у меня минуты одной нету свободной. Понятно. Все, спасибо, Христос. Это жизнь. Жизнь один раз. Ее не будет. А мы будем припоминать, что... Поминай тех, кому хуже намного. Кто-то в плену. Надим издеваются. Что попало? А ты дома там сидишь и придумываешь себе это. Не надо это. Надо просто благодарить Бога. Воззыматься в молитве. Благодарение, что Он нам это дал. Тем более мы в этой группе. Посмотрите, какие нам радости Бог дает. Свои книги. Которых нигде в мире больше нет. За мной это Богу славит слава только день и ночь. Сытые. Ночью нас никто на мороз не выкидывает. Видишь-ка, сколько доброты-то здесь. Друзья уезжают. Кто куда просит, помолиться. Ты нужен, нужен. А я буду думать, что-то не по мне. Чего не по мне-то? Он говорит, мое место. Да нет нам места никакого на земле. Все остальное по благодати. Какое место? В беззаконии защитого греха родила мать моя. Когда Бога познали-то? Когда Слово Божие стало господствующим над моими мыслями? Вот так поставишь и все, тогда сразу. Мне глаза-то поднимать к небу боязно. Надо радоваться. Написано, радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Сколько нам Бог дает, это не выскажешь. Благодаря вам, да, я радуюсь. Ну, какое там благодаря-то. Надо просто представлять себе. Помни последнее твоя. И вовек не согрешишься. Раха говорит, помни о смерти мне. Я сегодня умру. И мне это надо будет. И поэтому, Господи, врагам всем милость дай. Прости. Они не знают, что худо творят. Прости, не вменяем этого безумия. Кто там делает как? Освободи меня от подозрения этого или что-то. Я благодарю тебя, Господи, за все. Такая немощь во мне. Все соблазняюсь. На кого-то не так. А я какой в их глазах-то? Еще и хуже. Слава тебе, Господи, чтобы разумел эти слова дать. Все, вопросов нет больше? Я в спасти Христу. Есть у меня. Ну да, давайте. Скажите, вот в семье, если один из супругов тратит общие деньги на милостыню, это не будет являться воровством? Не будет. Надо, чтобы деньгами командовал хозяин, а не подкаблучник. И тогда советую, допустим, я где-то знаю, можно не говорить. Ну, а другой раз можно и сказать, что твоя рука тоже участвует. Как бы ты там не готовил ничего, да у меня бы не было этого ничего. В нас-то в нас, а сколько людей, которые имуществом служили, Христу, апостолам, узнавали, где какая нужда. И сердце радовалось, что ты все время нужный. Мы не знаем, как будет после нас. Но так как в наше время столько людей добрых, они вот с нами в молитве, я сколько людей сейчас вижу, только около 35. Да какие же мы счастливые-то. Были незнакомые, друг друга не знали. И столько радости Бог дает. Всегда радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Апостол Павел пишет к пилипинцам, сидя в тюрьме, где ни одной прогулки не было, мокрые стены, и одна рука прикована к стене. А другой рукой он пишет, радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Молитесь, может, я буду освобожден для вас. Вот что. След радости оставить после себя – это великое дело. Так, кто еще не написал, как пришел в наше Содружество сюда, на наши ресурсы, напишите, я жду. Все, с Богом отошел. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...